Баски, я тату. Всем привет, меня зовут Елена Баски и сегодня мы с вами продолжим цикл выпусков о стилях татуировок. Стиль биомеханика, чей рассвет пришелся на начало 2000-х. До этого балом правил Трайбл. Про него я вам уже рассказывала в первом выпуске стилей. Что же такое биомеханик? Основной идеей этого стиля является интегрирование компьютерных технологий и машин в жизнь человека. Поэтому самое главное в этом стиле это то, как механизм как бы вшит под кожу человека. Папой этого стиля стал один эпатажный художник по имени Ганс Рудольф Гигер из Швейцарии. Под впечатлением от ужасных историй американца Говарда Лавкрафта, а также от постоянных ночных кошмаров, он создал новый облик человека у себя на холстах. Кстати, именно он создал дизайн и нарисовал персонажей для фильма «Чужой». Это его самая знаменитая работа. После этого фильма, а также после фильма «Терминатор» стиль стал просто дико популярен во всем мире. А как бы выглядела наша птица в биомеханике? Вот, пожалуйста. Некоторые выделяют еще стимпанк. Его очень часто путают с биомеханикой. Но это не татуировочный стиль. Это скорее фэнтези-вариант мира, где миром правят паровые машины. Костюмы остались как в 19 веке. И люди в одежде используют всякие шестеренки, трубы и тому подобное. Именно поэтому эти два стиля путают. Но все-таки суть у них разная. После биомеха появились веганы. Ну, как веганы. Скорее появился стиль биоорганика. Или просто органика, как его часто называют. Как антипод вот этим страшным механизмом, который завладевает человеком. Пусть человеком завоевывает броккли. Суть стиля схожая с механикой. Но в этот раз слияние человека происходит с органическими элементами. Так же, как и в биомехе, в изображении может быть разорванная кожа. Но в этот раз это будет выглядеть, как некая абстракция из природно-растительных элементов. Вот на фотографиях, я думаю, хорошо видно, что я имею в виду. Как будто человек состоит из каких-то корней, плодов, сталактитов, клыков, ну и тому подобное. Ну что ж, на этих двух стилях мастера могли вслазьно практиковаться в наложении теней и закрасок. И, конечно, как следствие, начал появляться реализм. Куда же мы без него? Технологии росли. Появился разнообразный расходный материал. Мастера целыми днями развлекались тем, что припаивали разные конфигурации игр. Прям сердечко кольнуло, вспоминая паяльный кубик. Кто паял, пишите в комментариях. Короче, появились все технические возможности для того, чтобы делать плавные переходы и нежные тени. Все начинали делать реализм. И я в том числе. Но года через три я от него отказалась, потому что появились вопросики у меня. К реализму. Сейчас мастера, конечно, дико выросли с наличием таких огромных палитр. Раньше 50 цветов казалось это просто вау, а сейчас 160 это вообще нормик. Чуть-чуть заказал краски себе. Полочку. В чем же суть реализма? Конечно, в максимальном сходстве фотографии и татуировки. А лучше, чтобы татуировка выглядела лучше, чем фотография. Если вы принесете мастеру залитую кофе в фотографию с паспорта и захотите сделать ее во все плечо, то хороший мастер вам откажет. А плохой мастер сделает, что сделает. Недорого. При выборе мастера обязательно обращайте внимание на то, как он работает с фоном, чтобы ваш тигр не был летающей отрубленной головой. Фон должен быть как бы влит в полотно. И полотно в этом случае это вы. Поэтому мастер может использовать дополнительные детали. Но об этом мы расскажем позже в видео про реализм. Кстати, в чистом реализме нет контуров. Если вы видите тигра, похожего на тигра, но с контурами, то это не реализм. Реализм это если тигр прям как на фотографии. Прям рычит, слюной вот этому рычит. Вот, кстати, наша птица в реализме. Я как в магазин на диване сейчас. Покупай, торопись. Налетай, живопись. Неотъемлемая часть реализма, конечно же, портрет. И не каждый портрет, который вау для обычного человека, будет вау для портретиста. Потому что профессионал увидит, что либо нос провален, либо скула не в том месте, либо подбородок сливается с шеей. Именно поэтому цены у портретистов могут так сильно разниться. Проблемы с этим стилем возникают, когда лицо расположено не на самом удачном месте, в плане растяжения. И тогда ваш альпачино при движении будет превращаться в Денни Дэвидто. Поэтому внимательно слушайте своего мастера, когда он советует куда лучше набивать портрет. В том числе, потому что на некоторых местах все эти тона и полутона могут уходить через несколько лет. И ваше лицо может стать абсолютно плоским с двумя дырками вместо носа. Об этом смотрите мое видео «Почему татуировки бледнеют». Небольшая ремарочка. Иногда на тату-конвенциях в номинации «Портрет» выставляют вот такие работы. То есть это тот же портрет, но сделан он в технике «Дотворк». Потому что портрет – это все-таки лицо. И в номинации могут выставляться разные стили. Но преобладает, конечно, реализм. К реализму также относятся направления «блэк и грей». Как вы понимаете, по названию используется только черный цвет и теневые пигменты. Он более универсальный, чем цветной реализм. Потому что мастер не так сильно зависит от природного цвета человека. И если он делает хороший контраст и правильные формы, то тогда эта татуировка будет жить очень долго. То есть по факту это тот же реализм, только без цвета. Кстати, если в «Блэк и грей» использовать белый цвет, не все судьи принимают такие работы в номинациях. Потому что по факту белый – это некий карт-бланш в работе. Он сразу делает работу более выигрышной. Думаю, я запишу видео отдельное про белый. Ждите. Поэтому для мастеров, если вы хотите участвовать в номинации, обязательно уточняйте условия. А вот, кстати, и наша птичка в «блэк и грей». Некоторые мастера выполняют тени в технике вип-шейдинг и выставляются также в «блэк и грей». Так вот, если изображение действительно похоже на реализм, тогда это правильно. Но как только оно стилизовано немножечко уже под какую-то не совсем реалистичную форму, тогда вы вставляетесь в графике, иначе вас просто дисквалифицирует. Что еще можно отнести к реализму, а точнее к логическому развитию реализма? Вы так просили, конечно же, трэш-полька. А точнее, реализм трэш-полька – это стиль татуировки, придуманный семейной парой художников и татуировщиков, которые имена невозможно просто выговорить, поэтому мы их напишем тут. Как они сами рассказывают, название связано с их любовью к немецкому и цыганскому фольклору, а также музыке. С 98-го года они представляют собственную студию под названием «Буэна Виста Тату Клаб», из-за чего название, кстати, путают – трэш-полька и буэна виста. Трэш-полька называется. Данный стиль родился из манипуляций с фотографиями. Художники наклеивали их на бумагу, совмещали с газетными вырезками и рисовали поверх всего этого. Проблема этого стиля в том, что большинство думают, что налепят всего подряд, куда попало, немножечко так вот повозюкают краской, и вот тебе трэш-полька. Хочу вас расстроить, ребята. Для того, чтобы не пропустить следующий выпуск, по велению Вавана, не забывайте ставить лайк, подписываться, звоночек там наглаживать. И следите за нашими реляпами у меня в инстаграме. Ссылочка внизу.